Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарша, экзарх, все Белоруссии, митрополит Минский, Заславский Павел. Владыка, здравствуйте! Сегодня первым прозвучит вопрос от Максима из Москвы. Он спрашивает у вас, что такое истинная церковь? Вы знаете, я бы немножко даже подкорректировал. Есть такое название ИПЦ, истинная православная церковь. Они так себя именуют. Хотя у нас существует наименование каждой поместной церкви. Среди них Русская Православная Церковь. И надо сказать, что появление ИПЦ происходило в очень трудные, смутные времена. Это начало 20-го столетия, когда на Руси произошла революция, начались брожения, гонения на церковь. И действительно, это было страшное, смутное время. Сегодня даже просто вспомнить, осознать и понять – это чрезвычайно сложно. А что было тогда? Гонения на церковь, ссылки, расстрелы, суды, кого-то и без суда, и следствия расстреливали, ссылали, уничтожали. И, конечно, огромное количество верующих людей оказались в таком тяжелом состоянии. Паства без пастырей. И вот на этом фоне произошла попытка создать такую структуру церковную, которая удовлетворяла бы запросы государственной власти. И тогда была попытка, поскольку обезглавили церковь, и патриарха Тихона сослали, и спрятали в тюрьму, и других иерархов сослали, кого уничтожили. А поскольку церковь существовала в России, то надо было как-то вот что-то сделать, какую-то подмену, замену. Но надо было найти таких людей, которые удовлетворяли бы запросы государственной власти. Была попытка передать власть обновленцам, которые согласны были признать советскую власть. Поскольку ссылали ведь и епископат, и священнослужители за то, что они не признавали советскую власть, за то, что они говорили, кто-то открыто, кто-то прикровенно о том, что свергли царскую власть, незаконно пришли к власти эти люди, которые сегодня управляют государством. Вот и за это ссылались. Поэтому была попытка найти таких людей, которые удовлетворяли бы запросы чиновников. Ну и были люди, которые говорили, что вот ныне существующая власть церковная в лице митрополита Сергия, вот она отступила, они признали эту власть. А мы вот настоящая церковь, мы и ушли в катакомбы, она была и катакомбная церковь, потом они себя стали именовать истинно православной церковью. Ну и понимаете, вот эти все нестроения, брожения, календарные вопросы поднимались, политические вопросы. Вот на этом фоне возникло множество различных групп, но, к сожалению, они так и остались раскольниками, они так и остались непризнанными, поскольку те, кто действительно стоял на канонической основе нашей церкви, они сохранили преданность, верность святой церкви. А вот ИПЦ, ну им надо было как-то себя защитить, как-то себя показать, поэтому они себя и назвали истинной православной церковью. На самом деле это раскольники. К сожалению, они и сегодня, до сегодняшнего дня существуют, но поскольку сам процесс дробления, как свойственный и характерный для любого раскола, раскол всегда продолжает дробиться еще на более мелкие, на более фанатичные какие-то группировки и группы, точно так же, как и обновленцы, они стали дробиться и на ИПЦ, и просто и истинную церковь. А сегодня вообще существует такое множество различных этих группировок, даже есть, знаете, такая, я первый раз, правда, совсем недавно услышал, истинная церковь Буратино. Слышали такое, да? Нет, не слышал. Вот, вот видите, когда, ну чего только нету, да, ну вот, вы знаете, гордость, глупость, какая-то даже дурость доходит до того, что уже даже есть истинная церковь Буратино, да, жуть какая-то. Вот, но были действительно такие группировки, которые волновали людей, да, вот не согласны были с календарным вопросом. Вот, вы знаете, допустим, вот в этот же период появились, допустим, в Сербии, в Болгарии, в Греции старостильники, да, группа старостильников, которая не признала переход главной патриархии, там, или митрополии, переход на новый стиль, остались в старом стиле, знаете, вот это вот дробление все. Поэтому, на самом деле, это раскольническая группировка, которая впоследствии ушла потом в катакомбы, стала нелегальной, на нелегальном положении. Сегодня они существуют, но, вы знаете, печально очень такое производит впечатление, даже при внешнем знакомстве с тем, что сегодня есть, к сожалению. Вот, конечно, хочется им пожелать, чтобы они осознали, поняли свое бедственное положение, заблуждение свое, через покаяние вернулись бы в лоно церкви православной. Вот, поскольку православная, русская православная церковь, это все-таки каноническая православная церковь, по всем своим параметрам и показателям. Это действительно каноническая православная церковь, которая признана вселенским православием. Ну вот, отвечая на предыдущий вопрос, вы уже упомянули фанатизм. Валерий из Тульской области интересуется, что это за понятие с духовной точки зрения. А вот, вы знаете, то, что я вам сейчас так кратенько сказал, есть у нас и фанатизм, и фанатики есть. То есть, категория людей, которые считают себя правыми. Вот, вы знаете, может, у нас ведь, мы ведь верующими себя именуем, мы верим в Бога, но мы верим так, как учит нас церковь, так, как учит нас Евангелие, вот, так как учит нас соборные постановления, решения вселенских соборов, святоотеческие учения, наставления святых. Вот, мы верим в это. И мы прислушаемся друг к другу, мы помогаем друг другу. Но есть люди, которые говорят, вы знаете, я с вашим мнением не согласен, вот, я верю вот так. И эта вера человека, она приобретает уже такое, знаете, несколько извращенное такое состояние. Человек начинает понимать, что только я прав. И он вот в этом состоянии все больше и больше закомплексовывается. Он перестает слышать вокруг себя людей, перестает слышать даже голос церкви. Он считает, что только он прав, и все. И в этом случае он уже больше никого не слышит, никого не видит. Переходит вот это состояние в новое, более тяжкое состояние гордости, отупения даже какого-то, да. Все, фанатик он человек, который уже не слышит, не чувствует и не понимает никого из окружающих. И в таком состоянии он доходит просто до иступления. Гордость, вот это, наверное, самое страшное и самое тяжкое, что обуревает этим человеком. Вот, никакого нет ни смирения, ни кротости, а только гордость, самомнение, высокоумие. И это самое страшное духовное состояние человека. Печальное, оно, конечно, пагубное. Владыка, вот Валерий из Рязани, вспоминая евангельское повествование о благоразумном разбойнике, который в последнюю минуту своей жизни покаялся в своих грехах и получил обещание Царства Небесного от Спасителя, задается вопрос, вот, может быть, тогда и жить спокойно на свете всю свою жизнь, а потом раз, в последний момент, покаяться и простятся все грехи. Так ли это? Вы знаете, но сможем ли мы дожить до такого времени? Вопрос. Если взять во внимание благоразумного разбойника, то, ну, действительно, он так был воспитан, он жил в таких условиях, он не знал Бога, и поэтому он жил так, как его научили близкие или окружающие, та компания, с которой он ходил на эти разбойки. Он хотел познать Бога, но не было такой возможности, поэтому вот на кресте Господь дал ему возможность, понимаете, у него был вот этот зародыш такой, стремление познать Бога, и он только на кресте это смог осуществить. Вот на кресте он понял, что и он страдает, но страдает за дело. А рядом распят человек, который не за дело, а по зависти распят. Он это понял. Понимаете, ведь разбойники тоже не глупые люди, да? Вот они ведь тоже имеют рассудок и разум, и рассуждение. Вот они тоже понимают, но у него было стремление познать все-таки хорошее, доброе. Вот. А если я сегодня решил, вот так, как вы сейчас сказали, можно жить в свое удовольствие, а потом в конце жизни покаяться. А когда это будет, окончание жизни вашей? Вы же не знаете. А может, вы сегодня уснули, а завтра уже не проснетесь? Мы знаем сегодня очень много случаев, когда люди не только там ложатся спать и не встают. Шел-шел, упал и все. Тромбик ударил, заклинило, попал в какую-то артерию, и человек умирает мгновенно. Все. Никто не знает. Вы знаете, даже вот такое состояние, я буду жить в свое удовольствие, а потом покаюсь перед смертью. Некоторые учители наши говорят, что это и есть вот состояние хулы на Духа Святого. Да? Буду жить в свое удовольствие. Хотя мы знаем таких людей, ну, взять, к примеру, благоверного князя Владимира, Красное Солнышко. Вот у него было такое настроение. Тоже было настроение. Крещусь попозже, да. Но он воспитывался в язычестве. А вот нам, кто воспитывался и воспитывается в христианстве, кто живет в христианстве, нам это может Господь уменить как хулу на Дух Святого. И он не допустит нас дожить до такого возраста, чтобы мы прям покаялись. Даже не в этом смысл. Вообще жизни человека. Вот мы с вами как-то совсем недавно говорили, в чем смысл жизни человека на земле. Принимая Таинство Крещения, мы входим в церковь, мы вступаем в ограду церковную. Получая в Таинстве Мира Помазания Благодать Святого Духа, мы начинаем процесс Богауподобления. Вот наша задача – не жить в свое удовольствие, а здесь на земле начинать этот процесс Богауподобления, чтобы он, знаете, был все более и более совершенным. Вот к чему мы призваны – не жить в свое удовольствие, грешить, а потом покаяться. Тогда вообще смысл жизни утрачивается. Поэтому, друзья мои, не пытайтесь. Знаете, не получится так. Как Христос Спаситель говорил, не может человек служить Богу и мамоне. Или он начнет одного любить, а другого ненавидеть. Но любить Бога и любить мамону нельзя, поэтому тут надо человеку определиться, что же ты хочешь. А теплохладный – это еще хуже. Знаете, он неблагонадежный человек. Поэтому, если осознать и понять это, то мы тогда, конечно же, будем стремиться жить так, как учит нас Церковь. Благодарю Вас, Владыка, за ответ. Далее Любовь спрашивает у Вас, в чем разница между понятиями помолвки и обручения, в чем их смысл? Ну, практически помолвка и обручение одно и то же имеет значение. Обручение у нас такое официальное наименование. В первой части – таинство брака, обручение. Помолвка – ну, вот, наверное, это все-таки такое более народное слово, которое имеет значение. А и то, и другое имеет очень важное значение. Люди, которые желают вступить в брак, они, естественно, как-то об этом договариваются, признаются друг другу. Близкие родственники тоже об этом начинают говорить. И надо сказать, что вообще вот эта часть таинства венчания, обручения, оно где-то до середины XVII века совершалось отдельно. И надо сказать, что это имело очень важное значение. В те времена не было, знаете, такой строгой системы статистики, не было ЗАГСов. И, знаете, вот официально вот так в храмах обычно говорили, что, знаете, вот там сегодня Мария обручается Николаю, Николай – Мария. И вот начинается у них такая жизнь, когда они официально, о них сказали, что они обручаются друг другу, или помолвились они, вот так договорились, что они в будущем создадут свою семейную жизнь. И вот этот период времени от обручения или помолвки до уже венчания – это вот как бы такой процесс испытания друг друга. А, может быть, бывали случаи, когда, знаете, вот обручаются вот так, а вдруг узнают в соседнем селе, что, слушай, Николай-то обручился, понимаешь, а у него тут в другой деревне или в селе жена и дети есть. Приходят и говорят, а вы знаете, а у него-то, оказывается, жена и дети есть. О, катастрофа, беда. Были такие случаи. Сегодня, вот чтобы такого не случилось, у нас сегодня существует такой ЗАГС. ЗАГС, вот, который от имени государства берет на себя ответственность гарантировать одной стороне из будущей семейной пары, что он никому больше не обязан. У него нету семьи, у него вот по бумагам, даже если у него было разводное письмо или там у него печать в паспорте, что он разведен, если он никогда не был женат или замужем, они не были женаты, государство вот этим органом гарантирует чистоту вот этого союза, который будет заключаться. Поэтому сегодня это стало, знаете, таким моментом уже не принципиальным. Так что вот в этом смысл был такой. Светлана из Рязани интересуется у вас, как научиться почитать родителей? Знаете, Светлана, наверное, надо в первую очередь понять и освоить заповедь, которую дал Господь людям через пророка Моисея. Чти отца и матерь твою, и добро тебе будет, и долголетен будешь на земле. Вот это вот самое главное, чтобы мы всегда об этом помнили. Если хотим, чтобы у нас жизнь была доброй, хорошей, чтобы мы долго жили на земле, чтите отца и мать свою. Есть еще и другое. Знаете, какой мерой меряете, такой будет отмерено и вам. Вот дети должны всегда помнить, что если я не буду почитать своих родителей, то, знаете, друзья, ваши дети вас потом не будут почитать. Вот как вы будете относиться к своим родителям, знайте, что к вам также будут относиться и ваши дети. Они же тоже видят, как вы относитесь к своим родителям. Это очень серьезный такой пример для подражания для ваших детей. И совершенно не случайно Господь дал эту заповедь человеку «Чтите отца и мать твои», потому что через почитание родителей вы тем самым проявляете к ним свою любовь и заботу. Они действительно вас воспроизвели к жизни, они о вас заботились в детстве, кормили, поели, одевали, обували. Поэтому ваша задача детей, когда вы станете взрослыми, своих родителей опекать, кормить, обывать, одевать и провожать их в жизнь загробную. Вот это, знаете, такая должна быть система жизни человека. Так устроил Господь. Если вы это нарушаете, не почитайте своих родителей, знайте, что и ваша жизнь будет неблагополучная. Вы сами себя обрекаете на эту неблагополучную жизнь. Вы сами себе укорачивать будете жизнь. Вам не даст Господь благословения, потому что вы, не почитая своих родителей, будете тем самым нарушать заповедь Божию. Вот это имейте в виду. Хотите жить долго, благополучно, счастливо, мирно, чтите своих родителей. Как принять правильное решение, чтобы было угодно Богу? Спрашивает вас Марина из Омска. Вы знаете, Марина, конечно, нам тоже надо понять. И вот, знаете, что называется, зарубить на носу. Что бы мы ни делали, какие бы мы жертвы не приносили, Богу не нужны от человека никакие жертвы. Господь – это всесовершеннейший дух. Он ни в чем не нуждается. И то, что Он создал видимый и невидимый мир, в этом проявляется божественная любовь. Вот Господь настолько благ, настолько Он любвеобилен. Вот Он захотел свою любовь и божественную благость проявить как-то и создал видимый и невидимый мир. И вот Он проявляет эту заботу и любовь и к видимому миру, и к людям, которые проживают на нашей земле. И Богу ничего не надо. Он ни в чем не нуждается. Но Господь нас всех призывает уподобляться Ему, Богу. И вот то, что мы это хотим исполнить, то, что мы хотим стать богоподобными, поэтому и мы должны делать это в своей жизни. Вот если начнем перечислять, какие качества присущи Богу – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Вот о чем говорил апостол Павел, которые проявляют эти качества, которые проявляются в человеке, и который проявляет в себе эту божественную благость и является носителем дарами, даров Святого Духа. Вот у него проявляются эти качества, а они Богу присущи. Так вот, если вы хотите, чтобы наша жизнь была богоподобной, мы должны вот в себе воспитать вот эти все качества, чтобы от нас исходило только хорошее, доброе, вечное и святое, чтобы от нас не исходило зла. И знаете, что мы из злого-то ничего не можем сделать для Бога, ни доброго, ни злого мы не можем сделать. Да и он и не нуждается в этом. Но для того, чтобы нам самим возрастать духовно, Богу уподобляться, значит, и у нас вот эти все самые добрые качества должны присутствуют, жить в нас. Вот тогда вы и поймете, что по слову апостола Павла, вот тогда можно познать, что человек действительно обладает этими дарами, и процесс этот, знаете, происходит в человеке, если от него будут исходить, и в нем проявляться вот эти дары благодати Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот какие качества надо в себе воспитывать. Тогда действительно мы будем богоподобными людьми. Владыка, Любовь из Саратова интересуется, обязательно ли попадет в Царство Небесный Человек, умерший на Светлой Седмице? Ну, вы знаете, вот я нигде такого не находил. Ни в Священном Писании, ни в учении Церкви. У нас нет такого. О том, что вот прямо вот, если на Светлой Седмице, прямо вот в Царство Божие. Но мы же знаем, сегодня умирают люди каждый день. И многие умирают даже на Светлой Седмице, которые никакого отношения к Церкви не имели. Поэтому это никак не связано вот с возможностью вхождения человека в Царство Божие. Живите благочестиво, праведно, свято. И когда бы Господь вас не призвал, у вас будет возможность войти в Его Небесное Царство. Ну, а если вы живете аморально, грешно только в свое удовольствие, но даже хоть вы на Пасхальной Седмице умерли, если вы не верите в Бога, как вы войдете в Его Царство? Вам там будет это состояние совершенно неблаженно. Сами души этих людей, которые жили в свое удовольствие и противились, может быть, Богу, им там будет очень тяжко находиться в Царстве Небесном. Они сами там не захотят быть. Каждая душа захочет найти упокоение своей души там, к чему она привыкла жить. Поэтому нет, это не является каким-то условием или знаком того, что душа вошла в Царство Божие. Совсем нет. Сергей из Санкт-Петербурга задается вопросом, есть ли более высокая сущность над Богом? Ну, знаете, Сергей, ну, это такой вопрос, на который я, конечно, скажу, нет. И я не слышал и не знаю. И, ну, во-первых, мы все, что мы знаем о Боге, мы знаем только из Божественного Откровения. То, что Господь открывал людям, это всесовершеннейший Дух, это Бог. И выше Бога, конечно, никого нет. Имейте в виду. Даже о Боге мы-то узнаем. Только то, что Господь нам открывает. Поэтому нет об этом нигде ни в Священном Писании, ни в Божественном Откровении. Мы в это не верим. То, что есть кто-то еще помимо Бога. Следующий вопрос у нас от Анатолия из Тюменской области. Как Мирянину правильно благословлять детей и внуков? Спрашивает он. Вы знаете, Анатолий, вот само слово «благословлять». Говорить своим детям и внукам благое и доброе. Значит, давать какое-то доброе, хорошее напутствие. Очень даже хорошо. Пожелать своему внуку, своему сыну, дочери, своим детям всего самого доброго. Конечно, можно благословлять. Ну, и уходит человек на работу. Ну, пожелать, чтобы, желаю тебе всего доброго. Бог тебе в помощь. Трудись, возвращайся живым и здоровым. Вот, наверное, и все. Есть хорошая добрая традиция. И бабушки это делают. Да, и дедушки иногда делают. Я знаю, мамы, папы тоже делают. Ребенок уходит на работу. Вот, мам, ну, я пошла на работу там. Или я пошел на работу. Мам, я пошел. Все, мама говорит, ну, давай с Богом. Иди раз и перекрестить ребеночку. Господь, спаси и сохрани, помилуй. Разве это плохо? Очень хорошо. Так что можете вот так благословлять. Желать доброго, желать благого. Ну, и Вера из Чувашии спрашивает вас, кому молиться, когда есть в семье проблемы с деньгами? Вы знаете, ну, вот в этом случае надо не только молиться, наверное, надо еще и немножко поработать. Обычно мы говорим, знаете, деньги зарабатывают. Значит, надо трудиться. Надо отдавать свои силы, знания, здоровье, энергию для того, чтобы что-то сделать полезное и доброе для общества. И за это получить вознаграждение. Так что надо не только молиться. Надо работать. Будете работать, будете зарабатывать. Единственное, что мы говорим, Господи, помоги устроиться на работу. Вот если трудно устроиться, нет возможности. Ну, нет денег, не работает человек. Но тут молиться, конечно, можно и нужно молиться, но надо и поработать. Что ж, Владык, я благодарю вас за ответы. Спасибо. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.